я решил вместе с вами сомневаться в качестве нашей работы и я сомневаюсь что это автомобиль действительно лучший по рынку поехали посмотрим я действительно машину смотрели не ту она классная стоп-стоп но вот тут спешить не надо с выводами я смотрел всего лишь кузов под капотку посмотрел бумаги по обслуживанию пробил историю но это еще скажем так ничего не значит мы будем смотреть другую наши пены выбирают тоже белые полы но другой дело в том что здесь наш эксперт сказал что если вы запустите вы услышите мотор здесь нестабильно работать и возможно скоро хана меня отвели к автомобилю скажем так открыли и сказали вот пожалуйста смотри я посмотрел пузов под капотку действительно все что можно было проверить я проверил но наш эксперт сказал что когда запустишь двигатель поймешь что сюрприз то под капотом то есть я еще не заводил двигатели надо было послушать посмотреть его подключиться как минимум что пока что я просто не имел возможности сделать я бы это перепроверил и сейчас пойдем смотреть другой автомобиль вот это действительно уже наш автомобиль действительно тот который принято решение забирать чем отличается он от того комплектаций то есть соответственно сейчас мы будем смотреть его состояние потому что мы до последнего сомневаемся что это хороший автомобиль до миша скажи просто еще раз эта цена какая у него 520 но это четырнадцатый год то есть тот 525 15 в хайлайне именно из-за мотора такая цена ты думаешь а ты это с менеджерами обсуждал далее мы стали уже серега перепроверять автомобиль то есть уже наш автомобиль то есть кузов состояние подкапотного информацию с баз электронику диагностику ну и соответственно потом уже повезли автомобиль на пойдемте посмотрим теперь недостатки по кузову что у нас тут имеется первое что бросается в глаза соответственно вмятина да весь кузов родном окрасе то есть нету вторичные окрашенных элементов снятие элементов и так далее небольшая вмятинка эти вещи убираются без покрасок не сложно дальше парактроников задних здесь у нас нету ручки здесь у нас черный цвет зеркала в черный цвет соответственно по передней части автомобиля незначительные то есть точечные сколы именно от эксплуатации видно тут у нас тоже была полусфера здесь только передние склоподъемники регулировка подогрев зеркал понятно нету автосвет нет мультируля руль резиновый здесь не климат-контроль здесь у нас просто кондиционер штатная голова подогрев лобового подогрев заднего нету подогрева сидений то есть понимаете вот насколько интересным я приехал думал что тот автомобиль этот именно наш за 525 15 год один владелец пробег 60 в полном в хайлайне насколько это было бы крутой покупкой если бы не но что автомобиль тот продается уже больше чем полмесяца а это 14 год почти с таким же пробегом но в более простой гораздо проще комплектации но стоит 520 само собой так как я сам лично решил как бы скажем так докопаться до нашей работы я пошел клиенту разговаривать то есть я решил спросить почему решили остановиться на этом автомобиле то есть я спросил вы видели вот этот хайлайн видел то есть может быть стоит подождать поискать но нет видите получается с нашим экспертом ребята уже ездили даже на осмотры не один раз они смотрели какие есть автомобиль на рынке не просто решили скажем так взять вот здесь и сейчас то что по состоянию максимально беспроблемная и максимально свежая то есть именно подкупил пробег хотя опять же я спросил что наверное можно еще и поискать и я бы наверное еще потратил бы время поискал да это может затянуться до может быть с таким пробегом автомобиля не появится а может быть появится еще и лучшей комплектации то есть тут именно как всегда мы говорим решение принимает клиент и тут решение было таким серега вот хоть убей не уверен что это реально вот прям лучшая тачка вот прям сейчас буду смотреть они ездили смотрели окей им было с чем сравнить так далее но тут я явно вижу что они просто бросились на первый хороший в нормальном состоянии автомобиль посмотрев просто что все остальное явно хлам давай посмотрим 14-15 год механика здесь же один владелец тоже скорее всего до оригинал pts есть 21 машина на механике с пробегом давай пробег до 60 поставим чтобы объективно было 565 525 там с мертвым мотором 520 вот это ну и соответственно 1 перекупа так плохо да да ну продает прям перекуп перекупка видно но кей исходя из того что здесь и сейчас в принципе тогда неплохо но увидишь мне не дают покоя комплектация автомобиля да ты получаешь там на 5000 дороже но там хайлайн вот мне не дает это покоя свежий год да друзья сейчас поедем все-таки поедем дойдем все-таки заведем тот автомобиль хочется послушать мотор есть подозрение на смотранный пробег есть подтвердить опровергнуть пока не могу но мы подключимся посмотрим и послушаем именно холодный пуск двигателя обязательно сниму и сделаем вместе с вами выводы запускай но вот тут честно я не понял за чего весь сыр бор шумит шумит но это типично для цифра на цепь но нет не цепь потому что все-таки у цепи у него своеобразный рокот и это явно не цепь но это же стандартные проблемы этого движка либо стуки поршней из-за раннего впрыска пока еще двигатель на холодную грубо говоря работает либо чрезмерное зажатие выпускного коллектора что тоже часто встречается именно эти движка оттуда и стук ну либо хреновая смазка на поршневых пальцев тоже может стать причины постукивания то есть проблемы есть но сказать что вот с этими всеми проблемами автомобиль там точно едет на ремонт на капиталку и так далее да это ерунда на самом деле даже вот с таким звуком мотора пола легко отходят 200 300 тысяч и таких примеров тьма если вы считаете что я сейчас говорю ерунду и вы насмотрелись других блогеров вы просто заедите в любой сервис кто занимается ремонтом этих двигателей спросите какие могут причины насколько это криминально ну да если постукивать значит лучше его попрыгивать получше то есть на холодную сразу на нем как бы не не стис никуда но я криминального ничего не услышал но у меня у жены такой же мадор был с пробегом 150 но тоже уже вот так вот скажем так не очень тихо работал давайте вот так я не по я не помню такой же был звук не такой же но да блин да чего этого так бояться то здесь почему-то свежая помпа да здесь так здесь и масло свежее фильтр свежий здесь вообще что в принципе его обслужили только-только у меня вырисовалась картина то есть владелец вот этого пола 15 года в хайлайне услышал вот такой вот нестабильный звук посмотрел youtube начитался форумов все караул движку хана смотал пробег ну тысяч я думаю там 50 так как машина была в хорошем ухоженном состоянии подумал прокатит и просто сдал дилеру да у нас грубо говоря почти все так делают нас вот что не машина у официального дилера елки-палки вот давайте так официальный дилер при приемке автомобиля проверяет техническую составляющую юридическую часть да то есть машина должна работать быть работоспособной не должны иметь никаких проблем дилеры с этим справляются они не автоэксперты они не криминалисты они не подборщики чтобы копаться вот эти вот знаете косвенные признаки улики и так далее да у них нет такой цели им надо проверить машину механик должен проверить выявить плюсы минусы написать в акте приемки оценить автомобиль и продавать как есть вот их задача чем они занимаются поэтому да многие у нас действительно на рынке сматывают пробег и и просто сдают дилеру ну типа не стыдно и дилер потом типа дилеру за все отвечать они все равно примут да блин ну это разве справедливо нет не справедливо ну в общем проверяем пола 14 года на подъемнике у нас получается здесь по вложениям резина резина диски колодки перески колодки радиатор это он сколько-то потевает хорошо в сумме сколько это все по деньгам может выйти 1025 у нас принято нестандартное решение мы решили тот пола у которого про и двигатель в лучшей комплектации за те же деньги все равно досмотреть потому что подкупать что все-таки отметки в сервисной книге все-таки новое прогнул в хорошем состоянии резины 14 года если сейчас по ходовой по всем остальным параметрам мы поймем что нет никаких вложений то стоит задуматься возможно только стоит разобраться с движком да как правильно заметил сергей у того есть среди нарекания по кузову замятости порога с двух сторон у этого такой проблемы нет у единственное что есть у этого пола это единственно вот потертость на бампере казалось бы абсурд то есть мы сейчас решили досмотреть пол на котором мы все уверены что посмотрен пробег но мы должны оценить совокупность всех плюсов минусов но я надеялся все таки что это комплектация будет вот так айлайн я я прям кайфовал когда смотрел понимаешь что бюджет там плюс-минус 500 и сейчас действительно клиенты выбрали беспроблемный автомобиль то есть в проще комплектации но который с которым не надо разбираться что там с мотором где нету явных признаков что скручен пробег что вроде как действительно он там 50 с хвостиком 50 с небольшим 60 хорошо но в общем интересно ваше мнение вот я честно клиентам сказал что так занимаюсь автомобилями я бы наверное взял из-за комплектации просто подкупила меня вот это все парктроники климат там подогревы я бы взял честно мультируль вот мультируль важно для меня я бы взял хайлайн и разбирался бы что там с движком да фиг с ним что пробег 110 120 я бы махнул на это рукой для себя я бы взял вот тот то есть с нюансами сюрпризами неизвестно что там да но честно сказал что вам наверное не стоит заморачиваться с этим возьмите попроще но скажем так без вот без геморроя да если говорить по-русски в общем вот друзья пишите ваше мнение какой купили бы вы хайлайн пятнадцатого года либо проще четырнадцатого почему то есть да вы бы купил вы сделали бы такой выбор пишите в комментариях все спасибо с вами был сергей канал клин лекар подписывайтесь ставьте лайки пишите ваши вопросы комментарии всем пока поймите это не панацея продает автомобиль частник или дилер чаще всего даже машины с какими-то скрывают дефекты чаще всего частники пытаются скрыть дефекты чтобы повыгоднее подороже продать машину вот это реальная практика